Велосипедист на дороге, он опасен или сам является опасностью в процессе дорожного движения. В Тверской области за уходящий теплый сезон произошло более полусотни ДТП с участием двухколесного транспорта, в которых получили травмы не только взрослые, но и дети. Наш корреспондент выяснил, каковы последствия таких столкновений, а главное, какие меры безопасности нужно соблюдать, чтобы не оказаться на операционном столе. 51 ДТП с начала этого года произошло в Тверской области с участием младельцев двухколесного транспорта. В итоге пять человек не выжили после столкновения с автомобилем, а 48 получили травмы. Из них 18 велосипедистов, дети и подростки. Врач больницы скорой медицинской помощи Гюри Павлов Сетой, что минувший сезон для медиков выдался сложным, в том числе из-за большого количества пациентов, попавших под колеса автомобилей. Чаще всего в прием на отделение велосипедисты поступают с черепно-мозговыми травмами, травмами шеи и позвоночника. Это серьезные повреждения, которые имеют последствия. Формирование гематом, требующих операции, это черепно-мозговые травмы, то, что касается. Это нарушение чувствительности разного происхождения этой травмы позвоночника. Отдаленные последствия всегда остаются в той или иной степени. От головных болей до развития эпилепсии посттравматической. Чтобы не оказаться на больничной койке и не оказаться на долгие месяцы, закованным в гипс, нужно не только включать на максимум внимательность, но и регулярно освежать и соблюдать правила дорожного движения. К слову, и для автомобилистов, и для велосипедистов они одинаковы. Велопутешественник Александр Титов, как никто другой, знает, что нужно сообщать о планируемом маневре при помощи жестов. Это поможет избежать аварийных ситуаций. Ну, поворот показывается руками, естественно. То есть, так у нас направо поворачивается, можно вот так показать или вот так. Ну, так лучше, дабы будут автомобилисты видеть, как бы. Ну, соответственно, налево, вот, и так же, и вот так вот, согнутые руки. Александр, опытный водитель, преодолел тысячи километров не только на своем двухколесном коне, но и на автомобиле. Говорит, ездил и по трассам, и в городе, по деревенской дороге. И рисковать приходилось. Но все же, стоит сводить эти риски к минимуму. Никаких резких движений. Это в первую очередь. Надо быть, главное, предсказуемым на дороге. Показывать поворотники, ну, то есть, чтобы тебя видели и понимали, куда ты будешь двигаться. Ну, и в шлеме ездить. Даже от нелепых падений, которые могут большую травму причинить, он может спасти. Проезжая часть не прощает беспечности. Зачастую долгому лечению в травматологии предшествует безответственность и систематические нарушения правила ПДД. Автомобилисты рассказали нашей съемочной группе свидетелями, каких опасных маневров они порой становятся. Поворачивают не там, съезжают, то есть, ну, там, где не надо. Когда перестраиваются, то есть, никаких знаков, ну, то есть, они же, по идее, руки должны поднимать, там, в правую сторону, в левую. Никто этого не делает. Ну, и в наушниках часто ездят. Через переход приезжают на велосипедах. Надо залезать с велосипеда, наверное, идти, везти его. Вот это нарушение бечет больше всего, конечно. То, что дверь неудобная и небезопасная для велосипедиста город, подчеркивают и водители автомобилей, и сами поклонники самого экологичного транспорта. Кстати, нередко владелец авто в теплое время года пересаживается на два колеса. Только выезжать на нем в город решаются не все. Как правило, я катаюсь в сельской местности, потому что я считаю, что в городе достаточно опасно, тем более, участились количество ДТП, которое происходит на улицах нашего города, к сожалению. Защититься, я думаю, может нам помочь специальное какое-нибудь снаряжение, а также знаки на велосипедах самих, то есть, светоотражатели, а также зеркала, которые позволяют смотреть, что происходит сзади, и также фары. Велосипеды, все катались на велосипеде. Если они не врезаются у других людей, это нормально. Когда ездите по тротуару, не очень удобно, потому что ты опасаешься, что ты можешь сбить прохожих, кто-то там сделает неверный шаг вправо-влево, а по проезжей части ездить я очень боюсь, потому что машинная это еще страшнее, и поэтому, не знаю, может быть, поэтому не катаюсь в городе. Грешат на дороге не только владельцы двухколесных коней, но и сами автомобилисты. Автомобиль – транспортное средство повышенной опасности. Силы у велосипеда и автомобили не равны. Потом начинаются оправдания. Слепило солнце, выскочило откуда ни возьмись. В словах водителей есть доля правды. Велосипедист сам не понимает, кто он, когда по зебре не идет, а едет. О таком случае рассказали в ГИБДД. 24 августа в городе Удомля 35-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись. Водитель не успел своевременно среагировать, в результате совершил наезд на ребенка. А мальчик с телесными травмами был доставлен в медицинскую организацию. Проблема всплеска детского травматизма в этом году, возникшая в связи с пандемией и как следствие закрытые детские оздоровительные и образовательные учреждения, поднималась на уровне регионального правительства. Важность профилактики подчеркнул губернатор. Однако спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В первую очередь о безопасности на дорогах должны позаботиться все участники дорожного движения. Госавтоинспекция региона обращается ко всем велосипедистам и любителям активного отдыха. Будьте максимально аккуратны, предельны, управляя двухколесным транспортным средством. Ни в коем случае не выезжайте на пешеходный переход на велосипеде, так как водители не могут своевременно среагировать и затормозить. Используйте защитную экипировку и избегайте движения по федеральным дорогам на велосипедах и по наиболее оживленным улицам.